Проверим теорию более сложным случаем. Пока мы выбирали цвета где-то в середине спектра, все было хорошо. А теперь возьмем крайние, фиолетовый и красный, и сложим их. Что мы должны получить, следуя опыту предыдущих экспериментов? Логично ожидать появления цвета из середины спектра. Но получился совсем другой цвет, которого в спектре-то нет, пурпурный. Казалось бы, это наблюдение ставит крест на простой и понятной теории. Есть спектр, как шкала частот, и какие частоты не возьмем, при сложении будут получаться промежуточные значения, причем зависящие от интенсивности каждой из составляющих. А теперь у нас есть какой-то вообще не спектральный цвет, который, правда, логично дополняет переход между красным и фиолетовым. То есть ведет себя так, будто бы красный и фиолетовый не лежат на противоположных концах спектра, а почти соседствуют. Вот как раз через пурпурный, как три дома в ряд на улице. В общем, так получился цветовой круг. Я говорил, что буду пропускать долгие научные искания, чтобы не задерживаться на этой теме. Но тут слишком много тонкостей. Для любознательных я порекомендую раздел вот этого сайта художников о теории цвета. Посмотрите ссылки в конце урока. Там в несколько статей умещается весьма обширный материал, который по Википедиям собирать крайне затруднительно. Если вообще возможно, заранее не знаю, что вы хотите увидеть. Так вот, о цветовом круге. До сих пор мы говорили о точных физических измерениях, и ничто не предвещало иного. Но здесь начинается путаница, которой сходу объяснений в интернете вы не найдете. И в учебниках по компьютерной графике этот вопрос как-то обходится стороной. Как расположены цвета на цветовом круге? Понятно, что мы взяли спектр, видимую его часть, и свернули в колесо. Между красным и фиолетовым вставили пурпурный. Это, наверное, вопросов не вызывает. Это весьма элегантный ход, логично продолжающий и описанный только что эксперимент со сложением крайних цветов спектра. А дальше начинаются приключения. Вот так нарисовал цветовой круг сам Ньютон. А в чем прелесть цветового круга? Это простое геометрическое, то есть наглядное представление цветов. Что еще было нового в круге Ньютона? Он оперировал не отдельными цветами, а непрерывным спектром. Цвета там подписаны, но это лишь отдельно взятые точки на непрерывной окружности. При этом можно было определить координату цвета. То есть это инструмент измерения. Недаром же Ньютон был математиком. Что еще можно сказать про цветовой круг Ньютона? Во-первых, он описывал только оттенки. Насыщенность и яркость остаются за кадром. Во-вторых, идея о том, что цвет лучей и пигментов существенно отличается по способу формирования, была теоретизирована позднее. А Ньютон пытался проводить с пигментами те же опыты по сложению цвета, что и с лучами. Получалось как-то неубедительно, особенно с белым. Поэтому перемотаем к современности и увидим, что по запросу цветовой круг в интернете можно встретить образцы, в которых за основные цвета взяты красный, зеленый и синий. А можно встретить и такие, где за основные цвета взяты красный, желтый и синий. Мы же помним, что цвета в спектре имеют однозначное соответствие частотам. Тогда получается, что где-то шкала идет по окружности неравномерно. Никаких объяснений. Если не хотите углубляться в эту тему совсем надолго, то предлагаю обратиться к оригинальному кругу Ньютона. Вот он в подкрашенном виде. И видно, какие цвета были добавлены к спектру, чтобы замкнуть его в кольцо. А теперь обратимся к современному представлению цвета на круге. Здесь мы увидим подписанные длины волн в спектральной части и проценты сектора неспектральных цветов, которые от красного до фиолетового. Теперь присмотримся к значениям длин волн. Они неравномерны. Они были неравномерны и на круге Ньютона. Запомним этот факт и не будем удивляться, почему, казалось бы, на одинаковом спектре цвета оказываются расположены по-разному. Одним из важных поводов искать так называемые основные цвета и искажать шкалу является поиск комбинаций, которые при смешении дают ахроматические значения, то есть находятся на шкале серого. Но про это мы поговорим в следующем уроке. Есть и такое применение, раз уж мы говорим, что это инструмент, работающий с нашим восприятием, а не с сухими цифрами. Посмотрите на цветовой круг и разделите его пополам, чтобы при этом половины имели ясные для человека противоположные свойства.